Добрый день, уважаемые коллеги. Рада очередной встрече с вами в рамках вебинара, посвященного рациональной анальгетической терапии у онкологических пациентов. Очень приятно, что вы нашли время присоединиться к нам, нашли время в вашем загруженном врачебном графике. И тема нашей сегодняшней встречи, я думаю, очень интересна, она редко затрагивается именно среди онкологов. Это факторы сердечно-сосудистого риска у онкологических пациентов с болевыми синдромами, как с этим справляться, что делать и стоит ли на это обращать внимание. И хочу представить свою сегодняшнюю коллегу, с которой мы побеседуем на тему онкокардиологии, особенности узнать, что такое онкокардиология, поподробнее. Хочу представить доктора медицинских наук, врача-кардиолога научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, Светлану Сергеевну Давыдову. Добрый день, Светлана Сергеевна, очень приятно встрече. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, всеми расширениями, очень я рада предоставленной возможности сегодня поговорить на столь актуальную тему. Сейчас у нас немножко тут накладка получилась. Знаете, успехи в онкологии в последнее десятилетие много что поменялось. И успехи ранней диагностики и современные методы лечения злокачественных новообразований привели к улучшению выживаемости и в целом к снижению смертности через онкологических пациентов. Тем не менее, лечение зачастую бывает очень-очень сложным. И осложнения противоопухолевой терапии бывают различные. На прошлом нашем вебинаре мы затронули тему химиоиндуцированной полинейропатии. С Максимом Валерьевичем поговорили на эту тему, что как сейчас в мире проводится терапия этого такого тяжелого осложнения. А сегодня хотелось бы проговорить немного о кардиотоксичности, которая может быть, об отрицательном влиянии противоопухолевого лечения на онкологического пациента. Ведь на самом деле долгое время не уделялось большого внимания этой проблеме. И что такое кардиоонкология мы узнали недавно. И даже сейчас не все знают, что такое кардиоонкология. Если спрашиваешь, люди могут сказать, что это онкология, связанная с сердцем. То есть лечит рак сердца. Есть такое мнение, что кардиоонкология – это вот такая наука. И, Светлана Сергеевна, поэтому хотелось бы, наверное, чтобы вы поподробнее затронули, рассказали нам, что же такое кардиоонкология, чем она занимается, и на что направлено. То есть именно какие моменты, какие аспекты терапии затрагивает. Уважаемые коллеги, действительно, мы говорим о кардиоонкологии не так давно. И первый такой серьезный разговор, который касался этой темы, он был в 2017 году на Европейском конгрессе кардиоологии. Тогда еще не было выпущено официальных рекомендаций, но, тем не менее, существовали некоторые нормативы, данного того, что мы должны сегодня конкурироваться с этой темой, как вести против пациентов. А это именно пациенты с онкологическим заболеванием и с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Чем дальше мы стали заниматься этим вопросом, тем больше мы стали понимать, что у нас есть пациенты и без сердечно-сосудистой патологии, но тем не менее, на фоне лечения онкологического заболевания, будь то оперативное лечение, последующая химиотерапия или лечевая терапия, мы получаем осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. У пациента, который, казалось бы, практически здоров и приходит для лечения основного онкологического заболевания. В 2022 году в Барселоне проходил Европейский конгресс кардиологов, где были озвучены уже последние современные рекомендации, которые касались именно кардиоонкологии. И были остро подняты вопросы лечения, во-первых, сердечно-сосудистых заболеваний у больных онкологического плана, и профиля. Это касалось и артериальной гипертензии, это касалось аритмии, это касалось синдрома Токотсуга, то есть очень много заболеваний, при которых нужно правильно вести пациента, оценивать и риски сердечно-сосудистой, когда у пациента есть онкологическое заболевание. Поэтому сегодня можно сказать только то, что все это будет безусловно набирать обороты. Сердечно-сосудистые заболевания, вот они конкурируют сегодня в плохом смысле с онкологическими заболеваниями. У нас очень много онкологий и много сердечно-сосудистых болезней. Если посмотреть данные статистически, то лидером выступают периодически то одни заболевания, то другие. Но мы идем очень параллельно. И к великому сожалению, те существенные успехи, которые достигнуты в лечении онкологических заболеваний, а это несомненно, это абсолютно точно увеличивает и качество жизни пациентов, и продолжительность жизни пациентов, но тем не менее, несет под собой вот тот негативный, неприятный эффект. Это именно осложнения, которые связаны с лечением онкологического заболевания. Это последствия химиотерапии, ручевой терапии, которые могут вести к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы, системы гемостаза. И, к сожалению, смазывать те положительные эффекты лечения онкологического заболевания, которые есть у пациента. Пациент несчастный, мечется из одной проблемы в другую, он лечится у онколога, пытается получить химиотерапию, ему на каком-то этапе начинают отказывать, потому что это невозможно, он начинает искать кардиолога, который бы помог ему скорректировать состояние его на данный момент терапии, и сердечно-сосудистого заболевания. Но это тоже, кстати, сказать непросто, потому что таких специалистов, как кардиоонколог, у нас нет, и вообще говоря, катастрофически их не хватает. Поэтому на сегодняшний день этой проблеме кардиоонкологии, конечно, уделяется огромное внимание. Но я хочу сказать еще и вот о чем. У нас две проблемы на чаши весной. Первая проблема – это вообще недодиагностика сердечно-сосудистых заболеваний. То есть человека берут на операцию, берут на химиотерапию, при этом абсолютно нет диагностики состояния, даже просто состояния сердечно-сосудистой системы. Бывает, что отсутствует элементарная электрокардиограмма, когда ты начинаешь беседовать, пациенты часто говорят, а вот мне это делали когда-то давно, и, в общем-то, меня сразу взяли на лечение. Отсутствует эхокардиограмма, отсутствует оценка сердечно-сосудистого риска. И вторая проблема, вторая чаша весной – это напротив гипердиагностика сердечно-сосудистых заболеваний. То есть как это бывает? Человек в определенном возрасте обратился в поликлинику, ему необходимо получить заключение, справку, потому что он идет на операцию с последующим химиотерапевтическим лечением. И он получает такую обтекаемую справку, в которой значится ИБС – атеросклеротический кардиосклероз. И когда он появляется с этим заключением у онколога, у анестезиолога онкологической службы, ему говорят, извините, но у вас здесь какие-то сердечные проблемы, вы пойдите их решите, а потом мы будем вами заниматься. На самом деле диагностика пищенической болезни сердца выполнена вовсе не была. Это просто по возрасту доктор-терапевт быстро написал это заключение, и начинается хождение по кругу, хождение по мукам этого несчастного пациента, который пытается выяснить, есть ли у него вообще это заболевание или нет. При этом он каждый день живет с мыслью о том, что у него онкологическое заболевание, которое прогрессирует, и ему нужно как-то очень быстро прооперироваться. Я часто сталкиваюсь с такими пациентами, которые, к несчастью, приходят настолько в тяжелом уже эмоциональном состоянии, у них эмоциональный фон тяжелейший. Они говорят, я готов подписать любые документы, пожалуйста, только пусть меня прооперируют, потому что у меня рак. И человеку можно понять, он находится вот в некой такой западне. Поэтому у нас есть как недодиагностика, так есть и гипердиагностика вот таких состояний. Что озвучивалось еще на конгрессе кардиологов в 2022 году, и то, что сейчас особенно важно для нас, это, конечно, вопрос, который связан с кардиотоксичностью на фоне химиотерапии рака. И основное, что говорилось на конгрессе и озвучено в этих рекомендациях, это именно борьба с этой кардиотоксичностью. И нам рекомендуют подходить к этому вопросу именно с позиции оценки сердечно-сосудистого риска. Причем этот риск должен быть оценен до начала химиотерапии и обязательно потом, когда эта химиотерапия проведена. И, безусловно, те осложнения, которые могут быть связаны с этим лечением, они будут ухудшать состояние пациента и повышать его сердечно-сосудистый риск. Поэтому для того, чтобы разработать дальнейшую тактику лечение, ведение такого пациента, безусловно, мы должны оценить этот сердечно-сосудистый риск. Повторно. Ну и, конечно, это вообще комплексная и правильная оценка и диагностика сердечно-сосудистых заболеваний. Вот это я хочу подчеркнуть. Это не просто выполненная где-то электрокардиограмма и какой-то опрос пациента. В кардиологии сегодня существует масса методов диагностики, обследования пациента. И прискорбно иногда видеть, когда у пациента нет эхокардиографии элементарной, или там пациенту давно нужно 3D-эхокардиографию выполнить, ее нет, или нет выполненной нагрузочной пробости или диагностики шимической болезни сердца. Вот это все, естественно, отталкивает нашего пациента от лечения его ознобного на сегодняшний день онкологического заболевания. И все проблемы, которые вообще на сегодняшний день так или иначе связаны с сердцем у пациента на фоне онкологического заболевания, рекомендуют оценивать таким термином, как сердечная диспункция. Это касается и сердечной недостаточности, и кардиомиопатии, которая возникает на фоне терапии рака. Это абсолютно разные этиологические агенты, это любая иммунная лучевая терапия, которая может привести вообще или приводит к патологии сердца. Поэтому такой термин, как сердечная диспункция, он себе вполне правомерен и может быть нами использован. И вообще, как говоря, очень даже хороший термин для того, чтобы им апеллировали онкологи. Поэтому на сегодняшний день проблема кардио-онкологии стоит весьма остро. Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, безусловно, это то, что должно проводиться, и должно проводиться грамотно, быстро. Это поможет онкологам и анестезиологам, и хирургам, потому что это целая команда, которая работает на то, чтобы спасти жизнь пациента, продлить его жизнь. И вот здесь работа, она должна быть вот такой, она должна быть только об руку для того, чтобы мы могли предоставить совершенно четкие данные в отношении пациента, который перед нами. Как и провести оценку потом, после проведенной терапии онкологами или химиотерапевтами, что же с пациентом стало, какие его риски, и чем мы сейчас можем помочь, чтобы эти риски минимизировать. Ну и, конечно, пардиотоксичность, например, химиотерапия. Извините, да. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Продолжение. На этом слайде я представила тоже, что средний возраст пациентов, когда выявляют злокачественное новообразование, это старше 60 лет. Сердечно-сосудистые заболевания тоже, после 50 наиболее начинают дебютировать чаще всего. И что же нам делать? К нам приходит онкологический пациент, ему нужно лечение. Например, у него артериальная гипертония, у него нарушение ритма. Как вести? Нужно ли продолжать, например, при гиперхолестериномии, нужно ли продолжать статины, которые гепатотоксичны, которые достаточно тяжело переносятся пациентами? Нужно ли корректировать терапию кардиальную до лечения, будь это оперативное, хирургическое, лучевое, в период лечения и после? Уважаемые коллеги, это основной вопрос, который беспокоит, действительно, который должен быть сегодня озвучен. Коррекция терапии, она, безусловно, происходит на всех этапах лечения онкологического пациента. И есть абсолютно четкие данные европейского общества кардиологов о том, что пациент, который получает терапию рака, какой бы то ни было, если он единожды проконсультирован за этот период терапевтом и кардиологом, выживаемость этого пациента выше, как и лучше его качество жизни, то, за что мы боремся сегодня. Поэтому, безусловно, такая консультация должна происходить максимально скоро, незамедлительно, если есть вообще, говоря, какие-то сомнения, более что-то на полном лечении стало происходить. Но и человек, который идет на терапию рака, должен быть к этой терапии, хирургической, ночевой, химиотерапии, любым кардиным агентом, он должен быть подготовлен. От этого зависит успех, огромный успех онкологического лечения, в том числе. И положения, которые были озвучены еще тогда, в 2017 году, я их вынесла для того, чтобы мы об этом поговорили, потому что они были очень грамотные и правильные, на мой взгляд. Они позволяют нам улучшить состояние наших пациентов и увеличить продолжительность их жизни. Это хотя бы ситуация, которая касается эхокардиографии и фракции выброса. То, о чем мне очень хотелось бы сегодня сказать. Любой пациент, который, в принципе, идет на любое хирургическое вмешательство сегодня, а тем более хирургическое вмешательство, связанное с онкологией, должен принести протокол эхокардиографии. Мы должны понимать, кто перед нами, какая фракция выброса, с чем мы сталкиваемся. У нас очень много недодиагностики сердечной достаточности, к великому сожалению, когда пациент приходит, а у него уже низкая фракция выброса на эхокардиографию. И еще тогда сказали, что значимое снижение, это, например, уменьшение на 10%, или когда спускается ниже предела 50%, надо обязательно провести повторную оценку фракции выброса после того, как пациент получил уже то или иное лечение онкологического заболевания. Будь то выполнена тяжелая операция, будь то уже проведенная курс химии оператив, и если фракция выброса уменьшилась больше, чем на 10%, или снизилась больше, чем на 50%, это крайняя граница нормы, нужно задуматься о назначении теракии. А препараты, в принципе, они одни. Это ингибитор АПФ и Сартаны, определенная группа препаратов, которые используют для лечения сердечной недостаточности, и, конечно, бета-дреноблокаторы. Поэтому будут пациенты, у которых будут симптомы сердечной недостаточности, а будут пациенты, у которых этой симптоматики не будет. Очень много лет я занимаюсь именно тематикой подготовки пациентов к хирургическому вмешательству. Я хочу вам сказать, что вообще говоря, в европейских рекомендациях озвучена такая фраза. Если пациент приходит и в беседу с доктором перед операцией любой, он говорит на вопрос, есть ли у вас одышка, он говорит, да, я задыхаюсь, у меня есть одышка, при физической нагрузке, еще когда-то я испытываю этот дискомфорт, он обязательно должен выполнить, он должен выполнить эхокардиографию, он должен принести протокол эхокардиографии онкологу, хирургу, анестезиологу, то есть кому-то из этой команды или всем, все должны это оценить. И вот еще в 2017 году эти положения по эхокардиографии, они были озвучены. Это очень важные положения. Теперь второй момент, это то, о чем говорит Регина Рашидова, уважаемые коллеги, это, конечно, артериальная гипертензия. Ее очень много. И все пациенты, огромный процент пациентов, приходят к повышенному артериальному давлению. Как кардиолог могу сказать, что у нас люди не любят заниматься вообще артериальным давлением, не регулярно принимают препараты, многие вообще бравируют высокими цифрами артериального давления. Кто-то ссылается на то, что у всех в семье высокое давление, и что теперь. И многие настойчиво просят провести оперативное лечение или химиотерапию на фоне очень высоких цифр артериального давления. И тоже абсолютно доказано, и жизнь показывает те результаты, что делать это ни в коем случае нельзя. Потому что артериальная гипертензия должна быть проконтролирована надлежащим образом. Нужно подобрать лечение до оперативного вмешательства. И как это сделать, естественно, знает кардиолог. Но и нужно, чтобы был адекватный контроль этого артериального давления во время всего лечения онкологического заболевания. У нас крайне мало знают, что, безусловно, если есть артериальная гипертензия, это очень плохой порочный круг сердечно-сосудистого континуума, который в итоге может приводить к тяжелым осложнениям, в том числе к такому осложнению, как сердечное недостаточно. И что же мы с вами имеем? Повышенное артериальное давление, на которое все закрыли глаза, потому что надо лечить онкологическое заболевание. Запуск этого континуума еще сильнее на фоне химиотерапевтического лечения, плюс кардиотоксичность этого лечения, которая так или иначе приводит к сердечной недостаточности. И получается достаточно быстрое развитие таких неблагоприятных событий. Поэтому, конечно, пациент должен начать получать правильное лечение. Сегодня три группы препаратов, без которых мы не видим лечения такого пациента. Это сортаны, это ингибитропейд и бета-адреноблокаторы. Конечно, у нас есть ситуации, когда пациент получает терапию, но он отправился на тяжелое, для лечения тяжелого онкологического заболевания. Лечение тоже неправтое, выполнена большая операция, начинается тяжелейшая химиотерапия. И вдруг артериальное давление выходит из-под контроля. Да, это требует остановки. И я склоняю голову сегодня перед химиотерапевтами, институтом Герцин в том числе, которые говорят такому пациенту, я не могу дальше продолжать, мы остановимся, пожалуйста, обратись к кардиологу, пусть тебе скорректируют терапию, потом ты вернешься ко мне, и мы продолжим химиотерапию. В отличие от ситуации, когда химиотерапевт все равно, несмотря на такие высокие цифры артериального давления, продолжает лечение. Вот это страшно. Страшно, потому что потом развиваются тяжелейшие осложнения. И эта остановка, на самом деле, она бывает достаточно небольшой, потому что у пациента, у которого была до этого подобрана терапия, есть неплохой фундамент, как я говорю, уже есть накопленные препараты. И мы достаточно быстро вносим коррекцию, которая позволяет нормализовать цифры артериального давления. По этим цифрам артериального давления очень серьезно, кстати сказать, стали относиться. И в 22-м году жесткие рекомендации прозвучали на Европейском конгрессе кардиологов. Высокий сердечно-сосудистый риск, давление выше 130 на 80, не смейте, начинайте лечить. В противном случае, если это невысокий риск, повторок на 90, но это уже сигнал, это звонок, когда надо задуматься. Ну и пороговый, 180 на 110. Ну и, конечно, очень высокое давление, не нужно ничего делать, потому что это опасно. Это опасно осложнением на почке, это опасно осложнением на головной мозг, на сердце. У нас, кстати, очень часто забывают про почки. Высокое артериальное давление, уважаемые коллеги, это хроническая болезнь почек, а очень часто на фоне высокого давления, на фоне уже существующих ЭБП, о которой пациент не знал, развивается острое почечное повреждение. Вот это очень тяжелые ситуации, которые потом восстановить достаточно сложно. Поэтому, конечно, страдают органы мишени, и нам нужно обязательно пациента подготовить или остановить на фоне химиотерапии. Вот, например, есть некий алгоритм подбора антигипертонизированной терапии у пациента, который получает терапию ингибитронитеразинкинаса. Посмотрите, если есть артериальная гипертония в анамнезе, то, собственно, надо до первого цикла лечения, чтобы пациент пришел с хорошим артериальным давлением, чтобы все было подобрано, чтобы он разумно понимал, что он принимает и делает это регулярно. Как уж часто приходится во время консультации 20 раз спросить пациента, делаете ли вы это регулярно, и только на 20-й получить правдивый ответ, что нет, я только иногда принимаю препарат, чтобы снизить артериальное давление. Есть пациенты без предшествующей гипертонии, и терапия ингибиторами теразинкинаса может приводить к повышению артериального давления. И у нас нет выбора. Мы, к сожалению, да, назначаем пациенту терапию антигипертонизированную, чтобы снизить этот артериальный давление. И есть очень хорошая фраза в этом алгоритме – быстрая титрация антигипертонизированных препаратов. И вот здесь, если нас слушают кардиологи сегодня, хочу, коллеги, привлечь ваше внимание в первую очередь, потому что очень часто назначаются неэффективные дозы, и очень долго пациент начинает титровать. Один препарат не помогает, другой препарат, и он в бедный в итоге приходит с абсолютным нежеланием лечить это давление и говорит, а что толку? Принимал пистариум, потом дали имелоприл, потом предложили еще какой-то ингибитороприл. Мне ничего не помогает. А проблема в том, что изначально были минимальные дозы. Начинаем по чуть-чуть, нет эффекта, и очень долго все это титрует. Лучше заведомо дать правильную эффективную дозу, снизить давление, уменьшить мы всегда успеем. Но мы подготовим пациента, и по крайней мере у него будет вера в то, что антигипертензивная терапия работает. Поэтому, конечно, мы должны консультировать такого пациента, мы должны подбирать это лечение. И мы должны объяснить, что у вас должен быть автонометр с собой. Вы должны контролировать артериальное давление в домашних условиях тоже. У пациентов, которые получают противоопухолевую терапию, конечно, да, рекомендуется ни в коем случае не прерывать лечение сердечно-сосудистых заболеваний и в том числе эту антигипертензивную терапию. Ну, класс сортан сегодня наиболее эффективен в этом плане. Почему? Потому что, конечно, нет побочных эффектов. Мы с вами прекрасно понимаем, что тот же антигипетер АПФ это всегда ситуация, которая связана с почками. Надо всегда смотреть, скорость, клубочка фильтрации, третий момент как себя поведет. Это кашель, в конце концов, которая достаточно часто возникает на антигипетерапии. Если на эту группу препаратов все у пациента ладно, складно и хорошо, прекрасно, но если нет, да, у нас всегда есть выбор, это сортаны, которые прекрасно контролируют артериальное давление, которые не дают кашля и которые до последнего в достаточно высоких дозах используются и при хронической болезни почек. Поэтому, кстати сказать, они имеют минимум взаимодействия с препаратами, которые используются для лечения, например, злокачественных новообразований. Поэтому, в общем-то, сортаны такая вот палочка-выручалочка, о которой мне тоже сегодня хотелось бы сказать. Ну и, естественно, они характеризуются более вот такой низкой, скажем так, ситуацией, связанной с синдромом Акнены. То есть, если вдруг, а такое бывает, напомню, химиотерапия, у пациента снижается давление, пациент очень часто приходит ко мне на консультацию, говорят, вы знаете, доктор, вот было такое высокое, сейчас прям вот 100 на 60, 90 на 60, просто еле хожу, еле ноги на шок, безусловно, нужно корректировать дозу, аккуратно, но если мы даже и снимем на какое-то время препарат, отменим, такое тоже бывает, то это переносится нормально. Синдрома Акнены у сортанов нет. Поэтому, каких-то тяжелых, вот таких, серьезных, нежелательных явлений, на фоне лечения, онкологии, артериальной гипертензии, этой группой препаратов не отмечены. Другое дело, это бета-адреноблокаторы. Здесь надо быть осторожным. Здесь есть синдром Акнены, которые проявляются тяжело. Это и аритмия, и психозы, которые могут развиться у пациента. Да что уж говорить, и острый коронарный синдром может получиться у пациента. Поэтому в бета-адреноблокаторе нужно быть, конечно, аккуратнее. Но и, безусловно, очень правильный вопрос задала Евгения Рашикина. Это вопрос, который касается статины. Как же быть? Ведь статинотерапия, это терапия постоянная у пациентов, особенно, которые пришли на операцию, а у них за ключами спинтирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование. Так вот, тоже такой пациент должен быть на подобранной дозе уважения коронарных артерий. Это пациент, у которого должны быть либиды низкой плотности, которые соответствуют его риску сердечно-сосудистому. И это пациент, который должен принести анализы на печеночные показатели. Если все хорошо, естественно, мы продолжаем. Но если печеночные показатели повышаются более чем 8 раз, например, на фоне того же химиотрагистического лечения, естественно, мы должны корректировать дозу. Естественно, конечно, нежелательно отменять препарат, но если того требует сопутствующая ситуация, то мы на какое-то время иногда отказываемся от лечения этих препаратов и затем начинаем подбирать дозу повторно, когда уже лечение позади. Вот эти рекомендации, которые тоже были озвучены в 2022 году на конгрессе кардиологов, с одной стороны, простые, но с другой стороны, такие базовые, которые, в общем, нам помогают в работе. Перед началом терапии раков каждый пациент должен сделать электрокардиограмму. Если там какие-то отклонения, какая-то ритмия, что-то не нравится, пожалуйста, это должна быть консультация кардиолога. Сегодня уже не обсуждается, такой пациент должен сдать анализ крови на сердечную тропонину, на анатриотический пактив. И далее эти маркеры сегодня могут говорить вообще о прогнозе нашего пациента, потому что, если он пришел с хорошими показателями, а на фоне химиотерапии, что это выросло, извините, у нашего пациента плохой прогноз, мы должны срочно вмешаться и корректировать лечение. Эхокардиография первая линия пациентов с онкологическими заболеваниями. Если нужно, то, конечно, для оценки фракции выброса это и 3D-эхокардиография, ну и, конечно, МРТ сердца, или если МРТ сердца в какой-то ситуации недостаточно информативной, то это и многоканальная ядерная визуализация, которая используется у пациентов, но это уже в тяжелых ситуациях, когда нам эхокардиография не дает какой-то информации. Ну и, наконец, дополнительные факторы, которые усложняют базовую оценку сердечно-сосудистого риска, это, конечно, тип рака, прогноз, тип продолжительности и интенсивности лечения рака. Если все это достаточно тяжело и продолжительно, конечно, это будет увеличивать факторы риска, и поэтому обязательно вооружение, контроль электрокардиограммы и обязательно, конечно, кардиомаркеры, оценка, постоянная оценка той кардиотоксичности, которая есть. Вот один из клинических примеров, который мне хотелось бы привести, это как клинический разбор, это очень часто пациенты, которые приходят к нам в клинику, 57 лет мужчина, он страдает гипертонической болезнью, но, тем не менее, он живет с цифрами давления 160-170 на 100 миллиметров сутного столба. Он получает терапию, но терапию он получает ту, которую дали ему когда-то, много лет назад, потому что перед нами пациент очень высокого риска. Вы видите ванамно-зеленоговый инфаркт миокарда, с подъемом сегмента СТ, он стентирован, у него есть бляшки в сосудах шеи, и есть бляшки 30-40% в правой коронарной выгибающей артерии, у него есть сахарный диабет, и он продолжает курить. То есть, это достаточно тяжелый пациент, который обращается к нам в клинику, потому что у него новое образование почки. И это образование выявлено поздно, у него есть метастазирование в легкие. Так вот, что делать с таким пациентом? Когда этот пациент показывает биохимический анализ крови, ты смотришь на его липидный профиль и видишь, что липиды низкой плотности у него на сегодняшний день не соответствуют никак той степени риска, очень высокий риск, который должны быть. Хотя, пациент получает терапию, вот обвинить его в том, что он не лечится, нельзя. Здесь есть вроде бы бета-блокатор, который должен получать пациент с ишемической болезнью в сердце. Есть ангибиотерапия, рефлюзиноприл, который должен контролировать давление. Он получает аспирин, он получает симбостатин. То, что сегодня симбостатин уже не назначает, но тем не менее, он по льготе получает таким образом бесплатно этот препарат. И живет он с курсом 76-80 ударов в минуту и пришел он очень активно настаивая на том, что прооперируйте у меня, я ведь получаю препараты, я же пью свои таблетки много лет, и почему мне, собственно, сейчас отказывают в операции. На эхокардиографии просьба приличная тракция выброса, есть гипертрофия миопарта левого желудка. Это то, что мы начинаем уже выяснять в процессе обследования. И, конечно, как кардиологи задаемся вопросом, что делать с частотой сердечных сокращений? Адекватно ли это, несмотря на то, что пациент получает бета-блокатор? Что делать с гипотензивной терапией? Как быть вообще со статином, который он принимает? И, конечно, говорим себе, что нет, потому что пульс пищенической болезни сердца у него должен быть 55-60, значит, доза бета-блокатора здесь неэффективна, хотя препарат он получает. Гипотензивная терапия. Ну, конечно, у него не должно быть актериального давления 160-170. Вообще, сушевническая болезни сердца еще давное исследование из Принт показывало и говорило о том, что лучше, даже чтобы у них было давление 120 и ниже. Поэтому, конечно, мы думаем, что делать? Увеличивать дозу леденоприва, назначить ему другой препарат. Как улучшить вообще показатели актериального давления? Мы добавим ему дзуретик, как лучше правильно повести такого пациента. Вот, пожалуйста, риски и все, что касается вопроса статинотерапии. Он очень высокого риска. Конечно, у него нет липидов низкой плотности 1,4. Они должны быть и должны быть у него много лет. Может быть, если бы это было правило соблюдено, у него бы не было бляшек, выгибающие артерии в правой коронарной сосудах шеи, которые, наверное, развивались на фоне неэффективной терапии статины. И, конечно, оптимально либо поменять натуру в статину, увеличить долго. Но сегодня никто не будет увеличивать дозу съемного статины. Это совершенно такой книжный вариант, как возможный вариант выхода из сложившейся ситуации. Ну, или иногда мы добавляем сегодня изотемник, если терапия, подобранная доза статины, бывает неэффективна в достижении цели доза значения эпидофонистской плотности. И вот как мы вели пациента и как мы поменяли терапию. Конечно, это увеличенная доза бисепролова, ему добавлен антагонист кальций, ему дали абсолютно хорошее сочетание азилсартана с флортолидоном. Это препараты Дарбекло, хороший диуретик диазидный, с хорошим влиянием на прогноз, как азилсартан. Это пардиомагн, который он стал получать со 100 мг в сутки. Месяц терапии, естественно, стало артериальное давление 130 на 70. Пераперировано, конечно, было ранее, но тем не менее, за месяц уже, когда препараты в эффективных дозировках, мы добиваемся целевого артериального давления и, конечно, хорошего самочувствия. Предикторы сердечной недостаточности тоже были озвучены еще в 17-м году. И вообще, тогда итальянцы, которые провели вот это исследование, оно касалось определения уровня тропонина, четко сказали, что если вы взяли до химиотерапевтического лечения, а у пациента что-то вдруг повыше тропонин, не думайте, назначайте ему имелоприл в небольшой дозе тетройте, но делайте ему эхокардиографию каждые 3 месяца в течение года, пока он будет лечиться на химиотерапии. Если тропонин отрицательный, ну, как бы, это дает вам возможность немножко здесь выполнить эхо и, собственно, оподвинуть или просто под наблюдением вести такого пациента. Ну, и если мы говорим о растяжении миофарда, да, на эхокардиографию, то, конечно, если эти показатели нарушены, это эхокардиография каждые 3 месяца, это уже серьезный препарат ингибитор раз ингибитор АПФ или сортан или назначение бета-адреноблокатора. То есть, собственно, вот такая тактика. Ну, и вот очень хорошая была работа выполнена, она была выполнена по шкале Корана, достаточно простая, она касается нашей работы терапевтов и кардиологов. То есть, как же, вообще говоря, определить риск вторичных тромбоэмболических осложнений. Время на прием мало, выяснить все не удается, побеседовать сложно, как и оценить пациента хорошо. И вот здесь как раз были приведены вот такие баллы, когда можно очень быстро поговорить с пациентом, оценив его анализы, а это элькоциты, тромбоциты, до уровня ритропоэза, сложить вот эти баллы и, собственно, поставить то онкологическое заболевание, которое у него есть, и хотя бы ориентировочно, но это достаточно высокая ценность этой шкалы, понять, кто же перед нами и какие вторичные тромбоэмболические осложнения нам ожидать у такого пациента. Вообще говоря, конечно, эра препаратов антикогулянтов и того же иноксепарина, натрий, фраксепарина, который сегодня стал использоваться в стационаре, она прекрасна, потому что это профилактика тромбоэмболических осложнений, профилактика тромбоэмболии легочной артерии. Другое дело, что у нас есть пациенты, которые получают тройную терапию. Это ведь пациенты, например, которые с фибрилляцией предсердия, которые спинтированы и которые могут получать, допустим, те же препараты оральных антикогулянтов, которые будут сочетаться с антиагрегантами, например, с тем же аспирином. И вот здесь вопрос, вопрос, который беспокоит нас, кардиологов, и который беспокоит онкологов, и хирургов. Как быть-то? Комбинировать, вообще говоря, эти препараты, тот же варфарин, например, как антагонист витамина К, и у кого этого делать не стоит? И вот здесь тоже были озвучены очень хорошие позиции, когда лучше от этого воздержаться. Убрать, например, антиагреганты, оставить пациентов только на одном антикогулянте. Это короткий прогноз жизни, это тяжелая патология почек, активная злокачественная опухоль, это, безусловно, кровотечение в анализе тяжелая, это снижение ментальности. А почему? Потому что пациент очень часто вообще забыл, принимал он там сегодня элитвис, например, или там с орылкой, или нет, и принимал ли аспирин. Это опасно, потому что это передозировка, это старческий возраст и какие-то кровотечения, которые уже возникали у пациента на этой двойной антиагрегантной терапии. Поэтому вот на это, безусловно, уважаемые коллеги, стоит обратить огромное внимание, и чтобы не было кровотечений, не было таких осложнений. Светлана Сергеевна, очень интересно, очень эмоционально, столько нового всего узнала для себя. Хотела бы, знаете, на что обратить внимание? У вас на одном из слайдов был момент пороговое артериальное давление 180 на 110. Что это значит? Значит, мы можем начинать, если будет 180 или чуть ниже, химиотерапию, что значит пороговое артериальное давление? Они озвучили это так на конгрессе кардиологов, что если химиотерапия неизбежна, да, и она вот нужна, и вы говорите о том, что мы не можем медлить, но никак, да, то вот этот порог, он существует. Конечно, мы не должны говорить себе в оправдании, что да, вот 180-100, это так рекомендация, что мы начинаем и делаем это всем. Нет, всем, конечно, надо добиться целевого артериального давления, это будет лучше. Это закроет нас с вами от проблемы, осложнение это тоже, но если ситуация разворачивается таким образом, что сделать ничего невозможно, это тот порог, который есть у нас с вами, а если это выше, то здесь уже нет. Спасибо, да, то есть если, ну бывает ситуация, молодой возраст, очень агрессивный опухоль, да, мы можем начинать лечение, но параллельно консультировать с кардиологами, чтобы подобрать ему терапию. Но кроме, зачастую у пациентов, ведь повышение артериального давления, тахикардия бывает еще и из-за болевого синдрома, да, хронический болевой синдром у онкологических пациентов возникает достаточно часто, это основная жалоба онкологических пациентов, причем хотелось бы отметить, что не только у палеотивных, палеотив не равно боль, боль бывает у пациентов палеотивных, примерно у 60%, но при этом на боль жалуются больше половины пациентов, которые сейчас получают противополевое лечение. На боль жалуются каждый третий пациент в стадии ремиссии, то есть так называемый cancer survival. и зачастую, как онкологи не обращают внимания на кардиальную патологию, также слабо обращают внимание на жалобы пациентов, на боль, говорят терпите, принимайте на стероидные, противовоспалительные и так далее. А боль приводит к чему? Боль, когда у человека болит, он не спит, если он не спит, он слабеет, ему все становится неинтересно, у него угнетается психоэмоциональное состояние, ему не хочется есть, он начинает худеть, люди, многие впадают в депрессию. Так проведенные исследования показывают, что половина пациентов с хроническим болевым синдромом имеют признаки депрессии. Это с неонкологическим болевым синдромом. И 30% онкологических пациентов с болевыми синдромами также имеют признаки депрессии. И зачастую у них возникают ведь и суицидальные мысли. И если он не ест, если ему ничего не интересно, скорее всего, он даже и препараты-то свои, против антигипотензивные препараты, и любые другие препараты, скорее всего, принимать-то не будет. И давление будет повышаться, будет происходить нарушение ритма. Были ли в вашей практике, Аслана Сергеевна, такие пациенты, которые приходили к вам с повышенным давлением, но после стабилизации болевого синдрома, после купирования болевого синдрома, правильно подобранной рациональной терапии, позволило стабилизировать артериальное давление, и не потребовалось даже коррекции гипотензивной терапии. Да, Регина Рашидовна, это огромная боль, вообще говоря, наша такая, потому что профессиональная, потому что видеть таких пациентов очень тяжело. И такие пациенты есть сегодня в стационаре, и вот очень много, к великому сожалению, таких клинических случаев. Один из них такой очень яркий, мне очень запомнилось, когда наш хирург, руководитель клиники назначил пациенту консультацию кардиолога, и когда я пришла к этому пациенту, он, имея богатейший, неприятный такой анамнез сердечно-сосудистый, он просто криком кричал и говорил о том, что, понимаете, мне плохо, мне больно, мне не нужен сейчас кардиолог, меня не волнуют эти проблемы, мне это не нужно, помогите мне, потому что у меня все болит. То есть это встречается постоянно, и это абсолютно сводит на ноль комплоентность пациента к нашей сердечно-сосудистой терапии. Каждый божий день ты приходишь к пациенту, который говорит, доктор, о чем вы говорите, у меня такие боли, у меня рап, да я забросила эти таблетки неделю назад, две, месяц назад, потому что я уже не знаю, как мне от этого спастись, и на самом деле не знаю, что лечить. И кто-то находится действительно на грани, потому что кто-то говорит, да тут вообще неизвестно, сколько жить осталось, а вы мне здесь рассказываете про сердце и давление, бог с ним. Поэтому это тяжелая история. И самое главное обидное, потому что очень многие пациенты были прекрасно обследованы. Им выполнена тяжелейшая, например, операция на сердце с заменой аорты, аорто-коронарное шунтирование, поставлен искусственный клапан, работа величайшая сделана, и действительно все это должно быть направлено на то, чтобы увеличить его продолжительность жизни, и он прекрасно жил, пока не случилась та онкология, которая привела вот к такому болевому синдрому. Я даже скажу больше, что почему-то на эту боль вот так не реагируют хирурги, и не реагируют онкологи, онкохирурги, потому что они реагируют только на изменения, когда возникает что-то в сердце. То есть возникла аритмия, это будет тахипардия, это будет фибрилляция, кстати, на Европейском конгрессе кардиологов в 2022 году говорили, что очень много фибрилляций и третий возникает без существующего сердечно-сосудистого заболевания, только лишь на фоне онкологии и лечения онкологического заболевания. И я уверена, что вклад в это вносит, огромный вклад вносит вот этот некупируемый болевой синдром. И, конечно, такие пациенты, они у нас есть, они встречаются, и вот один из клинических примеров, это просто когда приглашают онкогенеколог, и они очень часто приглашают на это. Женщину 35 лет, вот была пропилирована, успешно, рак травы яичника, удаление мочевого катетра и давление 220 на 120. Запрос, помогите полечить артериальную гипертенцию. Когда мы, кардиологи, приходим к пациенту, мы задаем всегда один и тот же вопрос. Повышалось ли у вас артериальное давление до того, как с вами случилась госпитализация в нашем стационаре? И вот эта женщина отвечает нет. Более того, сегодня ведь все построено достаточно строго, то есть пациент приносит еще и заключение до того, как он ляжет на оперативное лечение. И очень часто пациенты подчеркивают это, мне говорят, я посетила кардиолога, многие говорят, делают это даже платно, коммерческую услугу получают, консультации. Я была у терапевта, у меня никогда не повышалось артериальное давление. И вообще говорят, у меня было давление 90 на 60, доктор, я гипотоник, о чем вы говорите, у меня сейчас 220. В частности, эта пациентка говорит, когда мне удаляли мочевой катетер, она говорит, меня пронзила такая боль, это еще на фоне после операционной боли, после удаления рака права в личных. Она говорит, я просто кричала. И тем не менее, ее обращение к лечащему врачу, что болит сильно, тяжело, они не имели никакого толка, пока у нее не повысилось до такой степени артериальное давление. И когда ты начинаешь разговаривать с пирургами, то не всегда возникает вот это даже коллегиальное понимание, что боль провоцирует такие состояния. Провоцирует тахифардию, провоцирует высокое артериальное давление. И более того, вот вы очень правильную тему затронули, это тема сна. Мы говорим о том, что на фоне болевого синдрома пациент не спит. А ведь сегодня завершено исследование, именно которое касается нарушения сна в кардиологии. И четко сказано, это даже не боль, это просто бессонница, что у таких пациентов риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в разы, только просто потому, что он не спит. Что уж говорить, если этот пациент не спит и мучается от боли. Ну и что? У одного развивается синусова пахикардия, потом вроде бы безобидная, как мы иногда считаем, наджелудочная экстрасисталия. Я в своей работе это показывала у пациентов без онкологических заболеваний. На фоне развития частой наджелудочной экстрасисталии потом развивается фибрилляция предсердия. Да, никто не доказал этой связи, но тем не менее немецкие исследователи на каждом конгрессе европейского кардиолога говорят о том, что да, мы это наблюдаем, мы это видим, когда есть, казалось бы, безобидное нарушение ритма, которое потом вытекает уже в фибрилляцию предсердия. Фибрилляция предсердия, простите, это уже целая история. Оценка по шкале ЧАДВАСК, прием оральных антикоагулянтов, потому что мы начинаем профилактировать инсульт, эта оритмия сопряжена с инсультом. Вот вам, пожалуйста, тяжелейший сердечно-сосудистый континуум, в который попадает наш пациент. И вот эта женщина, которая была мной консультирована, вот просто обезболивание привело абсолютно быстро к нормализации артериального давления. Ее не требуется вообще говоря никакой антигипертензивной терапии, потому что нету этой артериальной гипертензии, вот так лучше. Поэтому здесь надо оценить данные анамнеза. И онколог, и хирург могут легко это выяснить. Было сердечно-сосудистые заболевания, было повышение давления или нет. Поэтому связь существует, связь огромная. И вот это обезболивание, оно, конечно, приводит к нормализации артериального давления, приводит достаточно быстро. Да, Светлана Сергеевна, это наша жизнь, это наша каждый день работы, когда мы видим этих пациентов, приходишь, пациент кричит от боли, и зачастую хирурги не понимают, почему же не помогает кетонал, почему ему не хватает, почему соседу хватает, а ему нет. Ну, каждый пациент индивидуален, с этим ничего мы не поделаем, у всех разные пороги боли. И да, онкологические пациенты болят, мы это уже говорили, и как мы их обезболим? Если боль не сильная, но о не сильной боли пациент обычно и не говорят. Если не сильная боль, это когда пациент может кушать, может спать, да, он вспоминает, у него болит, если болит, я принимаю табличку кетонала, у меня боль прошла. Вот это вот боль первая, не сильная боль, в легкой степени, с ней пациенты обычно к нам не обращаются. пациенты начинают жаловаться уже когда боли в средней степени, когда они, как я уже говорила, когда происходит нарушение сна, когда они перестают кушать, когда вот эти банальные обезболивающие кетоналы, анальгены и так далее перестают помогать. В такой ситуации они к нам обращаются и обычно доктора, как говорят, принимайте побольше неопиодных анальгетиков, не помог кетоналу, назначьте кетарол и так далее. И третья ступень, это уже боль сильная, здесь уже как раз нельзя проигнорировать даже хирургами, онкологами и наверное вот в такой ситуации вместо того, чтобы звать нас, когда сильно болит, зовут вас, потому что есть тахикардия и повышение артериального давления. Если мы поговорим немного о нестероидных противовоспалительных препаратах, то да, в настоящий момент их очень много, химическая структура у них у всех различна и в зависимости от химической структуры риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы различны. Когда следует назначать нестероидные противовоспалительные? Как я уже говорила, их можно применять при более легкой степени, но обычно пациенты в таком случае, наши онкологические пациенты, принимают их нерегулярно, то есть когда более-менее есть боль, принимают, если нет, нет. Кроме того, мы активно применяем нестероидное противовоспалительное в рамках мультимодальной анестезии при болях, связанных с нитистатическим поражением костей, потому что есть воспалительный компонент, который нужно купировать, который только опиоидными анальгетиками купировать мы не можем. И боли сайно-воспалительного характера на фоне инфекционных процессов, также которые не поддаются терапии опиоидными анальгетиками. И здесь при назначении нестероидных противовоспалительных препаратов, наверное, следует обращать внимание на пациента, на его профиль. То есть, если это молодой пациент, мужчина, скажем, до 45-40 лет, то вероятность, наверное, кардиотоксичности меньше, чем гастротоксичность. В такой ситуации мы будем все-таки стремиться назначать препараты СОМ-2-аблоканты. А если это возрастные пациенты с кардиальной патологией, в такой ситуации, наверное, все-таки мы должны назначать препараты с меньшей кардиотоксичностью. И хотелось бы спросить, Светлана Сергеевна, какие препараты именно пациентам с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений можно применять из нестероидных противовоспалительных период приема и на что мы должны обращать внимание? Ну, что касается НПВС, здесь ситуация, конечно, действительно, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, она не простая. Первое, что я хотела бы сказать, это, конечно, пациенты с артериальной гипертензией. И здесь просто чудес не бывает, потому что это препараты, которые задерживают жидкость, и они сразу практически достаточно быстро при систематическом приеме приводят, к сожалению, к повышению артериального давления. И это замечают уже сами пациенты. Они говорят, что как только начал принимать что-то из инстероидов противовоспалительных, любые препараты, и новые препараты, новые группы, последние поколения, и препараты, которые касаются более первой генерации, тем не менее, это осложнение есть. Второе, что мы наблюдаем, и зачем нужно следить, если все-таки НПВС назначена, у нас все обращают внимание, желудочно-кишечные тракты это действительно тяжелейшее осложнение, но тем не менее, это почки, это скорость клубочков филстрации. Вот это я хотела подчеркнуть, уважаемые коллеги, наши пациенты, они уже имеют в аналоге гипертонии, сахарный диабет, и уже приходят со сниженной скоростью клубочков филстрации. Практически все НПВС нефротоксичны, поэтому если эта история надолго, если эта история такая долгосрочная, то надо обязательно смотреть и оценивать скорость клубочков филстрации, что же происходит. Вообще говоря, конечно, самый лучший вариант это вариант какого-то комбинированного лечения, и тогда да, этот препарат будет в меньшей степени давать те или иные какие-то кардиальные риски. Если мы говорим о чистых нестеройных процентисполитных препаратах, то вы видите перед вами вот эта таблица, это так называемый светофор, который часто у нас используется в кардиологии в том числе, что пациенты высокого и очень высокого риска согласно тем заболеваниям, которые здесь перечислены, если им принимать нестеройные процентисполитные средства, ну это будет тяжело. Все-таки даже просто подумайте, что пациент принимает статин, пациент принимает, как правило, всегда препарат аспирина, и на этом фоне он начинает еще снимать болевой синдром нестеройным часто встречаю пациентов, у которых неконтролируемая гипертония, которым все пытались помочь, подобрать терапию, но все это не привело к успеху, когда пациент попадает ко мне, вот почему-то только бывает так, что пациент только вы спросили, я действительно принимаю аспиринно-потероспалительные средства. С разным болевым синдромом это можно связано, но многие увлекаются очень сильно, многие говорят, что я и свечи использую, например, там вольтарына, и могу себе уколоть дикофенат только для того, чтобы было не больно. Ну и проконсультироваться бывает пациентам на самом деле не особо где в отношении этого болевого синдрома. Очень сложно, и поэтому получается, что очень многие, если говорить уже не об онкологическом болевом синдроме, получают эту консультацию в аптеке у фармацевта, попробуйте вот это, и вот это можно, и то можно, и я включу в клинических случаев, когда с утра вольтарена, вечером генетоксин согласно Светлана Сергеевна, хотелось бы, у нас времени остается уже не очень много, хотелось бы все-таки немножко поговорить и о столь часто нами назначаемых препаратах, это апиодных анальгетиках. О кардиальных рисках апиодных анальгетиков, знаете, я почитала таких вот серьезных кардиальных рисков, которые бы мешали нам назначать апиодные анальгетики пациентам достаточно мало. Здесь следует разделить на четыре большие группы, это связанное с началом апиодной терапии, когда мы что можем наблюдать, это связанные моменты с повышением тонуса центра блуждающего нерва, это гипотензия и бротикардия. Но в течение обычно недели 10 дней это все стабилизируется, развивается толерантность и пациенты начинают хорошо переносить назначенную терапию. Следующий момент это кардиальные риски на фоне длительного применения опиодных анальгетиков, но сейчас об этом много-много говорится, есть ли эти кардиальные риски, нет ли этих кардиальных рисков. И в настоящий момент опубликованные данные очень даже противоречивы. То есть какие-то исследования показывают, что прием морфин вызывает риск инфаркта миокарда, какие-то не показывают. Но ведь оценивая эти данные, обычно группа, которая одна группа без боли, а вторая с болью, которая получает морфин, их оценивать конечно нельзя. Поэтому эти исследования пока мы не можем использовать в практике. И считается, что кредиальный риск опиодных анальгетиков при длительном приеме, который используем сейчас достаточно низкий. Связано с передозировкой, но наших препаратов, у наших пациентов это касается не очень, поэтому здесь больше люди, которые применяют наркотические анальгетики, это гипотензия, бридикардия, остросердечная недостаточность. И на фоне синдрома отмены, все мы знаем, что отменять опиодные анальгетики резко нельзя. Конечно, если мы отменим резко, возникнет и гипотензия, и тахикардия, может возникнуть и отек легких, но у наших пациентов это намного реже. Какие препараты в настоящий момент? Если мы начинаем терапию, если у пациента болевой синдром средней степени интенсивности, и пациент, например, возрастной, у него есть какие-то кардиальные риски, можно предложить ему препарат не просто тромодол, а тромодол в комбинации с парацетамолом, золдиар. Чем он хорош? Количество тромодола там всего 37,5 миллиграмм, то есть это одна треть от разовой обычно применяемой дозы и небольшое содержание парацетамола. Именно синергизм этих двух механизмов действия позволяет достичь хорошего анальгетического эффекта при малых дозах препарата, что нам помогает избежать побочных эффектов. То есть просто прием термодола побочные эффекты развиваются чуть больше, чем в 70% случаев, а при приеме золдиара количество возникающих нежелательных явлений намного меньше при сопоставимой анальгетической эффективности. Поэтому, я думаю, следует рассматривать этот препарат. Мы его часто назначаем пациентам возрастных, у которых есть проблемы как раз с почками, у которых есть проблемы кардиальные, они его хорошо переносят, хорошо на нем идут. То есть этот вариант можно рассматривать. И по поводу темпентадола мы, конечно, еще с вами хотели проговорить Светлана Сергеевна по КУТЕ, но я думаю, мы сегодня просто интервал КУТЕ разобрать не сможем, по времени мы не успеваем. Хотелось бы с вами разобрать клинические примеры, чтобы несколько слов сказали по поводу полексии, об ее особенностях. Это в принципе усовершенствованный термодол, это препарат с двумя механизмами действия, но у которого нет воздействия на серотонинергическую систему, в отличие от полексии. Светлана Сергеевна, с точки зрения кардиолога, что вы можете сказать по поводу полексии, можно ли его применять пациентам, у которых есть какая-то кардиальная патология, и как применять? Ну, вообще, конечно, полексия это препарат выбора, на мой взгляд, то, что удалось изучить, потому что самое главное, да, это безусловно интервал ПТ, потому что длинный интервал ПТ, удлинение интервала ПТ, это жизненно угрожающая изменение, то есть это по сути то, что нам нужно знать, это желудочковая фихиопардия, фихиопардия типа перуэр, тассиаде конс, как мы говорим, это смех пациента, гибель пациента, поэтому здесь этого нет, мы можем этого не опасаться, то есть это неописимо. Второй момент, который мне очень понравился по исследованиям, который касается катминкатола, полексии, это то, что очень редко случались какие-либо нарушения со стороны сердца, то есть увеличение частоты сердечных сокращений, ощущение сердца и снижение частоты сердечных сокращений встречается крайне редко, что очень хорошо. То же самое, как в общем-то и реакция артериального отопления. То есть с нашей партиологической стороны никаких особенных проблем нет. Ну, по поводу интервала КУТЭ, Светлана Сергеевна, можете сказать буквально пару слов, на что обращать внимание, потому что по времени мы уже ограничены. Я действительно скажу только то, что интервал КУТЭ это то, что мы должны оттенять как кардиологи, а хирургам онкологам, анестезиологам надо посмотреть в описании лектор кардиограммы. То есть если там написано, что есть удлинение интервала КУТЭ, это плохой звонок. И вообще само удлинение интервала КУТЭ, оно бывает врозденное и приобретенное, и я уже сейчас опущу вопрос истории, но приобретенное удлинение интервала КУТЭ, это как правило всегда удлинение интервала КУТЭ связано с приемными препаратами. И это антиаритмические препараты, Это могут быть препараты, которые касаются бактериального лечения, лечения противогрибкового, например. То есть целый спектр препаратов, которые дают именно удлинение этого интервала КУТ. И у нас есть коррегированный интервал КУТ, который определяется по формуле Базета. Это КУТ деленное на корень квадратный из РР. И вот я хочу сказать, что если это 0,5,5,5, то это катастрофа. Ну и есть данные для мужчин и для женщин. Это зависит от частоты сердечных сокращений. Мне кажется, что у онколога и хирурга важно просто видеть в заключении вот эту фразу, что есть удлинение интервала КУТ. Вот так это может выглядеть. И вот этот длинный спектр, если посмотреть на электрокодиограмму, он может быть в состоянии вот такой дисперсии. То есть либо нормальный, либо вот такой двугорбый, либо такой несколько одногорбый с удлиненным вот этим сегментом. Ну и вот, собственно, еще момент, что все-таки удлинение на фоне приема препаратов чаще возникает у людей, у которых есть вот эти генетические нарушения. Есть нарушения, которые касаются, они являются носителями определенных генотипов аллелий. И вот когда такой пациент начинает принимать такой препарат, который может дать это удлинение, то у него вероятность того, что интервал удлинится, ну гораздо больше. А препараты, которые удлиняют интервал КУТ, их на самом деле достаточно много, их немало. Но что касается коллекции, вот это отличие, которое позитивно характеризует этот препарат, когда мы можем не опасаться этого осложнения. И хотелось бы, Светлана Сергеевна, вот с вами как раз то, что мы с вами проговаривали, то, что вы вот нам все рассказывали, да, обычный пациент, который обращается к нам за помощью. Хотелось бы, чтобы мы с вами разобрали этот клинический случай. Пациент, 78 лет, у него два заболевания. И с точки зрения кардиологического заболевания он тоже очень тяжелый, да. Второе заболевание наше онкологически выставленное из талиома плевры. Третья стадия КТ-картива достаточно серьезная. Это изменение плевры правого легкого, признаки контактной деструкции прилежащих ребер, множественные очаги, метастатическое поражение четвертого ребра слева, что естественно вызывает боли. У пациента боли в правом гемитораксе, с радиацией, по типу неврологической, с радиацией в руку, а не менее нарушение сна. Пациент не спит, у пациента болит, пациент принимает достаточно много препаратов, да, по кардиальной патологии. Вот что делать в такой ситуации? Наше решение, мы тоже прочитали прополекцию под Тромадол и Габапит. У нас два препарата, которые мы могли применять. На второй ступени обезболивания мы обычно применяем либо Тромадол, либо Томпентадол. Если в данной ситуации мы назначаем Тромадол, а здесь есть нейропатический компонент боли, то нам нужны габапентеноиды. Без габапентеноидов мы этот болевой синдром не купируем. Если мы назначаем полексию, то у полексии есть своя особенность в том, что он воздействует кроме организма миоопиодных рецепторов, полексия также воздействует на норадренергическую систему. И именно вот этот механизм воздействия на боль влияет на нейропатическую боль. Поэтому одна полексия заменяет целых два препарата. Даже проведенные исследования показывают, что монотерапия Томпентадола по сравнению с комбинацией с прегабалином эффективность применения равна. То есть нейропатический компонент купируется одинаково как при монотерапии Томпентадола, так и при сочетании Томпентадола с прегабалином. Поэтому у данного пациента мы решили назначить Томпентадол. Светлана Сергеевна, как Вы считаете, с теми препаратами, которые он принимает правильным, или мы назначили препарат, может быть Вы что-то другое предложили в данной ситуации? Я вот оттенела технические случаи, я считаю, что да, пациент действительно тяжелый, получает серьезнейшую пардиологическую терапию, у него вероятность его сердечная недостаточность с низкой продукцией выброса. И на мой взгляд, тоже в этой ситуации полиция Томпентадола, препарат выбора. Я еще, знаете, хотела обратить внимание вот на что. Мы делаем, Вы делаете электрокодиограмму, да, и первая электрокодиограмма, когда там, ну, просто неполная блокады левые ножки, как есть, и обычное там состояние. И потом, на фоне болевого синдрома, да, как нам сразу кликнет, выписание ЭПГ, ухудшение коронарного проснабжения миокарда, вот это так четко показывает развитие ситуации у этих пациентов именно на боль. И поэтому здесь выбор очевиден в пользу вот этого препарата. А самое главное – количество таблеток, возраст 48 лет. Мы пытаемся всегда избежать полипрагнозии, мы пытаемся избежать большого количества препаратов. Да, у нас нет выхода, потому что нам все надо лечить, но вот здесь это прямо очень хорошо. Да, и по поводу полипрагнозии следует, почему выбор пал также на полексию, потому что полексия не метаболизируется через систему цитохрома P450, да, как многие препараты, поэтому вероятность каких-то лекарственных взаимодействий именно у полексии меньше. Это тоже было одним из факторов, которые, благодаря которому мы выбрали этот препарат. И как мы ему цифровали, да, ну, пациент в возрасте, поэтому мы назначили по стандартной дозировке 50 мг, полексия ретард 2 раза в день. Сразу помогло, эффект был хороший, эффекта хватило на месяц. То есть через месяц пациент начал предъявлять жалобы на боли, и мы повысили до 100 мг. А через концу второго месяца отметил усиление болевого синдрома, а лечение противоопухолевого, увы, он не получал, поэтому у него прогрессирование процесса, усиление болевого синдрома, но полексия пока сдерживает. То есть в дозировке 150 мг 2 раза пациент получает с конца января, и в настоящее время эффект анальгезии приемлемый, каких-то побочных эффектов мы не отметили. То есть вот так пациент у нас идет. И второй пример. Пациентка достаточно молодая, думаю, тоже вы с такими сталкиваетесь часто. Пациентка с молочной железой, которая прошла все возможные линии химиотерапии, у нее продолжает прогрессировать процесс. На момент осмотра у нее была рецидивная опухоль на передней грудной стенке с признаками изозврения, с периодическими кровотечениями. То есть пациентка очень тяжелая, у нее были боли. Она принимала нестероидные противовоспалительные, но, во-первых, они были малоэффективны, а во-вторых, прием нестероидных противовоспалительных на воне кровотечений очень даже чревато последствиями более выраженным кровотечением. Ей назначили, был по месту жительства назначен термодол, но она не смогла его принимать. Появилась резкая тошнота, вот и пациентка отказалась от приема. Что-то другое ей по месту жительства не предложили. Хотелось бы отметить из сопутствующего у нее кардиальная патология, связанная с химиоиндуцированной патологией. На данном слайде представлено лечение. Хотелось бы вас спросить, Светлана Сергеевна, все ли правильно здесь назначено, правильно ли лечится пациентка? И какой препарат вы предложили в такой ситуации энергетический? Да, вот здесь ситуация тоже, которая касается уже развития сердечной недостаточности, снижения фракции выброса, я цифру не вижу, но я предполагаю от обратного, от терапии, потому что пациентка уже получает юперио, это всегда не из той фракции, получает парсиву, это значит, что токсичность, ну и потом тот путь, который она прошла, да, это невыносимо, естественно, не может не сказаться на сердце, поэтому, конечно, она получает всю ту терапию, которая необходима при терапии сердечной недостаточности. И главное, что для того, чтобы увеличить продолжительность ее жизни, тут как-то скрасить ее качество жизни, касаемо КСН, мы не можем ничего убрать, то есть она должна получать все эти препараты. Поэтому, да, и безусловно, токупирование болевого синдрома, которым вы занимаетесь, да, это, что вы назначили, это вообще говоря, спасение для этой пациентки, потому что если у нее еще на этом фоне разовьется какая-то аритмия, это катастрофа, тогда ее уже будут не вытащить из сердечной недостаточности при той дисфункции левого желудка, который у нее есть уже сегодня. Ну, здесь тоже, да, препаратом выбора на фоне такого количества... Да, это полексия. Да, все-таки полексия, да, полексия ретард. Мы начинали так же, как в первом случае, с полексии ретард, от титрова, она принимала 52 раза, затем все-таки она продолжила противоопухолевое лечение, даже на фоне кардиотоксичности, ей был подобран препарат, что позволило ей сократить прием полексии до одного раза в сутки на фоне снижения интенсивности болевого синдрома. Но, увы, уже через месяц снова прогрессия, усиление болевого синдрома, она вернулась к приему полексии ретард 52 раза в сутки, но в течение дня были прорывы боли, которые требовали препарата быстрого высвобождения. А так как у нас появилась полексия быстрого высвобождения для прорыва боли, то мы рекомендовали именно этот препарат, потому что когда молекулы одинаковые, это более эффективно. И утром, вечером по времени принимает пациентка полексию 50 мг 2 раза, и при прорывах боли, если такие случаются в течение дня, она принимает одну таблетку полексии. Очень редко это бывает, две таблетки. Переносит терапию хорошо, и в настоящее время она продолжает лечение. Ей снова поменяли схему химиотерапии, и она продолжает лечение, несмотря на столь тяжелую сопутствующую кардиальную патологию и болевой синдром, который мы все-таки смогли купировать. Светлана Сергеевна, спасибо большое за ваше эмоциональное выступление. Очень интересно. У меня возникло масса вопросов, но по времени просто мы уже с вами не укладываемся. И я поняла, что мы должны все работать вместе. Только совместный мультидисциплинарный подход, только отношение к пациентам, внимательное отношение к пациентам, обязательно обращать на какие-то детали, которые вроде с первого взгляда и незаметны, только внимательное отношение к пациентам позволит нам решать проблемы пациентов, и обезболить его, и позволить ему радоваться жизни, радоваться весне, радовать своих родственников и нас. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы помогаете избавиться от самого чудовищного состояния, состояния боли нашим пациентам. Уважаемые коллеги, на этом наш вебинар сегодня заканчивается. Надеюсь, вам все понравилось. Спасибо. Спасибо.